Мы здесь забыли, что война. Мы просто никому не позволим на войну списать бесхозяйственность, коррупцию и воровство. Война, мы сегодня своей командой подали заявление в службу безопасности. Знаете на что? На то, что на 400 миллионов Минобороны... Александр, вы все правильно говорите. Конкретики. Я прошу только конкретики. Чьё воровство и кому не прощаете? Чьё воровство и не прощаете? Рассказываю. Оборонпром... Петрову 300 миллионов. Внимательно, молодой человек. Оборонпром на 400 миллионов продал автоматов внутри Украины. Это значит, продавали родителям, которые давали своим детям в АТО. Это преступление и никакой войной это покрыть нельзя. Так? Ещё пример, Александр. Ещё пример. Никакой войной нельзя закрыть это. Но кроме этого, никто не говорит, что война даёт индульгенцию кому бы то ни было. На коррупцию и не давать, не делать изменения в реформе. Если власть не начнёт бороться с коррупцией... Знаете, что бизнес ответил? Какие реформы? Евгений, что бизнес ответил? Точно так же на сайте. Какие бизнес считает, нужно провести реформы? Это те, кто платит налоги. Они говорят, в первую очередь, это коррупция и люстрация, потому что они понимают, невозможно работать. Всё равно берут, просят, отжимают и так далее. Третье, это уже экономические стимулы. Но у кого эти индульгенции? И четвёртое, совершенно понятно, о ком вы говорите. Это уже и всё сделать для победы, для мира. Так видит бизнес. По поводу, госпожа писатель ЦК, я хочу сказать, по поводу налогов. Когда я стала автором, я автор единого налога, который действует в Украине, такого налога нигде в мире нет, который создал средний класс. У нас есть система. Только на хороший налог, единый, делается куча взяточников, которые собирают. Я хотел дать возможность... Это мало. Всё в порядке. Матвей Юрьевич, я...